Могилевский театр «Лялик» Про нам ці пакаліні сучасных глядачу ўжы не скажуць «Лялишны» театр, які не праблытуць з театром драмы. Што ж такое наш пост драматычный? І як скарыў ён глядача розных пакалініў і самых запатрабавальных крытаку національных конкурсу і межнародных фестываліў? І хто як негаловны рэжэсёр, які эмблемы театра абраў ляльку, як вратяг чылавеччу рукі варты нашага знаёмства? Максим Горкі на дне. Пачатак 20-го стагодзе. Хрестаматыйна трактовка, абінвачуўчы прысуд грамадству і чылавек гэтагучыць горда. 21-го стагодзе. Рэжэсёр Ігор Казаков адважўся на драму розпычы ў дзвух актах на дне. Я не понимаю, где сейчас человек звучит гордо. Я вымарал весь четвёртый акт. Есть, конечно, герои нашего времени, они случаются, систематически выскакивают какие-то люди, которые бросаются на гранаты, ещё что-то. То есть есть реальный герой. Но в целом, всё, что творит человек сегодня, обобщая всех одним словом человек, это не звучит гордо никак. С экологией, с экологией самого человека. Человека от себя надо защищать. Это не звучит гордо. Это требует осмысления какого-то. И вот спектакль. А спектакль – это приговор. Это спектакль – приговор про то, что человек – он варвар. Вот и всё. Отсюда родились черви, которые как бы облачаются в эти элементы человеческих костюмов. Отсюда как бы вся эта… Отсюда мусоропровод, куда сваливаются, ссыпаются остатки человеков. Из этих человеков они себе как крабы конструируют какие-то костюмы. И они как бы играют вот в эту игру. Они хотят быть похожими на людей. Они делают человеческие поступки. Но что-то их в конце концов всё равно отличает от людей. Кто это бил меня вчера? А тебе не всё равно? Положим так. А за что били? В карты играл. Играл? За это и били. Бездынь. Клак распустства и пачарства. Нездольность и да сенсывание уласного лесу и навыд диалогу. Только что пьяная в выгу кизня вечного життя да один и ожидание залить гаркоту чарговой. Ясшы жула с ней отпазнавальность. Не герою Алексея Максимыча, а реальность этого страшного быта ванне, замяжуя какой переступил режиссёр. О, ну чёрт с тобой! Ну, Настя подметёт! Настяка! Настяка! Очнись! Отдай! Отдай! У него лук! Отдай! Роковая любовь! Задовый день! Дайте бога, да не кричите, не ругайтесь вы! Дайте хоть умереть спокойно! В большом смерти не помеху! В этом случае получается, что ночлежка и вся метафора этого мира – это просто предлагаемые обстоятельства, в которых как бы все мы варимся. Есть масса мотивов, почему я что-то не хочу делать, почему я не хочу меняться. Ну, чего тебе надо? Дело у меня к тебе очень... Ты деньги принёс? Как? Какие деньги? Деньги за часы, ну! Какие? Какие часы, Бугася? Ну, ты погляди до него! Я тебе вчера при свидетелях часы продал за 10 рублей. И получил такси, подай! Желание, да? Мы все что-то хотим. Актёр говорит, я брошу пить, я не буду. Начну... Нет, с завтрашнего дня. Сегодня не буду. И так всю жизнь. Работа! Сделай так, чтобы работа была мне приятной. Я, может быть, буду работать. Может быть. Когда труд удовольствия, жизнь хороша. Когда труд обязанность, жизнь... К... Б... Рабство. Змручная бездейность – это сумная безаглядность. Але моменты пранезливого азарения. И за агидными франкенштейнами усёж отчеловеченные хоть и наполову – люди. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И нехай, что садык витнеют только у марах алкоголички. И лука, ци-то абскублены анел, ци-то говорун старэча – праведник, сутешальник, тёсёшь от лука вага. Уйдём, уйдём, милая. Я верю, твоя правда не ихняя. Коль ты веришь, была у тебя настоящая любовь. Значит, была она была. Дедушка, дедушка, было, дедушка, было, всё было, дедушка. Конечно, антитезой вот здесь в спектакле идёт эта тема, тема света, потому что Лука, да, он появляется всё равно здесь, буквально как луч надежды, буквально как луч света, который прошивает эту мглу беспросветную абсолютно. И пока здесь есть Лука, при всех его противоречиях что-то светлое происходит. Как только Луки не стало в ночлежке, его выгнали, всё, кирдык. С другой стороны, за что я люблю этот материал? За то, что там есть любовь, там есть свет, там есть надежда. Иди за меня. Идти некуда. Знаю, думала. Да вот только не верю я никаким словам. А идти некуда, одна дорога. На эту дорогу я тебя не пущу. Убью лучше. Вот, вот, ещё не жена я тебе, а уж убить. Наташа, ну это, это, ну это всё равно. Это просто, Наташа, да брось всё, это брось. Не сомневайся, милая. Иди за него, иди, иди. Дедушка. Да идите за него уже. Иди, 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 иди. Вообще, конечно, эта история ещё про крах, про крах надежд. А мне кажется, больше катастрофы нет, чем крах веры и крах надежды. Именно поэтому здесь в кульминации, в общем-то, всемирный потоп. Почти. Наконец-то мы узнали, что такое дезинфекция. Ну вот, проболтался опять. Санитария! Наконец-то мы узнали, что такое дезинфекция. Санитария! Санитария! Наконец-то мы узнали, что такое дезинфекция. 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 Потрясающих кукол, вся вот эта нервозность, атмосфера ночлежки в том числе достигается контрапунктом масштабов кукол. Анна, например, это 3,5 метра кукла, а Лука это маленький гриб, такой 40 сантиметров, который в какой-то из моментов приобретает ту или иную ипостась. Где-то он назойливая муха, где-то он червяк вот такой должен был ползать по умирающей женщине. Вот, ну где-то ангел, потому что он сошел с трубы, вышел из трубы, точнее. Труба это единственная связь с... вот. Радикальный театр Без которого немыслимо искусство театра кукол. Святая святых. Театра кукол. Производственная цеха. Где создаются куклы? Это самый главный герой. Или аксер все-таки герой? Кукла. Пойдемте посмотрим. Ну, собственно, вот. Сердце театра. Мастерская. Ну, сейчас ребята выпускают муху-цокотуху. Они немножко эстетически отдохнули после на дне. Потому что на дне глаза, наверное, мне так кажется, вы сейчас скажете свое мнение. Глаза устают, когда постоянно видят мрачные картины персонажей на дне. А здесь красивые насекомые, крылышки, бабочки. Милость в чистом виде, да. А это вот это вот на дне. Это лица. Это лица. Головы, да, все. Ждут своего часа. Ну, вот с этого все и начиналось. С этой лепки. То есть лепится сразу скульптура, выводится как бы стопроцентно характер, какие морщины, где, чего. Вот. Потом это дело все. Идет отливка из гипса. Потом в гипсе уже вот мастера, они освоили интересную очень такую технологию с силиконом. Технология уникальная для нашей страны. Ну, доселе мы еще не работали с таким материалом. И дальше с силиконом это все обрабатывается, извлекается. И получается уже такая готовая маска, способная мимировать, способная выражать разное состояние, эмоции. Пока работники цехов не слышат, я открою секрет. На самом деле, без мастерских театр кукол невозможен. Вот. Это правда. Я им не признаюсь в этом, конечно. Вот. Они об этом не знают, но это правда. Потому что все-таки кукла – это доминанта, и кукла – это самое интересное. Потому что кукла – это характер, это знак, это целый слоеный пирог, за которым стоит вкус, чувство юмора, темперамент и многое-многое-многое-многое. Поэтому все, что выходит из цехов, в следующая стадия – это уже то, что видит зритель. Вот. Поэтому я позволю себе это сказать, что я цеха люблю. А там у нас звукорежиссерский пульт. Вторая святая святых театра. Глухая глухих. Глухая глухих. За закрытым стеклом. А вот, кстати, музыка. Музыка в этом спектакле. Да. Это оригинальная музыка, которая писалась именно в респектакле. Да, это музыка, которую мы, ну мы, которую писал Александр Литвиновский, наш крутой белорусский композитор. Я это место очень люблю. Сейчас все рухнуло. Ну, как люблю? Иногда необходимо. Иногда необходимо здесь просто присутствовать. Потому что... Ну, не скажу. Сюда идем? Это на свет свет. Да, это свет. Это свет. Второе место, которое я очень люблю. Потому что я очень люблю свет в спектакле. Свет в театре кукол – это такое же средство выразительности, ну, не побоюсь этого слова, как актер. Это еще один персонаж, который играет этот спектакль. Потому что театр кукол – это все такая точная вещь, атмосферная, локальная. Много очень таких вещей. Они работают практически как в кино. Спектакли – все. Потому что, да, машина постоянно. Так это выглядит все без света. На самом деле, на самом деле, это такой для театра, это огромный барьер был, который мы преодолели. Потому что технологически вот это все протащить было очень тяжело. Начиная с того, как мы разрабатывали задачу. Потом работали с фирмой, которая занималась металлоконструкцией. Она получилась очень тяжелая. Мы все добивались того, чтобы она была легче. Они нам говорят, что по ГОСТу должна быть толщина трубы такая, чтобы она не прогибалась даже на 3 миллиметра. Актерам пришлось осваивать новую технологию. Потому что, когда мы начали только работать здесь, некоторые вышли, сказали, я здесь буду ходить. Я не буду здесь ходить. Градус станка 30 градусов. И мы осваивали тоже способ перемещения. Каюсь, падали здесь, подскальзывались. Ну, в общем, наработали принцип, как моряки ходят. Сегодня театр весь перемешался. Очень тяжело провести границу честного, драматического, честного, кукольного и так далее. А театр кукол, он сегодня, как губка, он впитал, так сказать, все самое интересное. Ну, мне кажется, просто любой спектакль должен выражать дух времени. Чтобы было ясно и понятно, что этот спектакль сделался сегодня. Он про сегодня. Иначе, когда теряется связь, эта связь времени, он становится просто неинтересным. Театр становится неинтересным. А он должен быть необходимым. Сюда должно появляться желание идти сюда, смотреть. Идти, смотреть. Помирай его. Ага. Вот все думаю, Господи. Неужто я на том свете Бог ко мне назначен? Вначале мы видим этих чудовищных, обезображенных людей, обезображенных их судьбой, их личным опытом, то, что они стяжали за свою жизнь. И они у нас вызывают омерзение и чувство, какие-то отталкивающие эмоции. Потом вдруг, когда они раскрываются в них, под теми или другими, при тех или других обстоятельствах возникает любовь, возникает что-то, возникают ростки. И я вижу, что они точно такие же люди. Я вижу, что за этими уродцами стоят абсолютно красивые ребята. Такие точно красивые, как все люди нормальные. Ты вот что, ты пока готовься, воздержись. Ну возьми себя в руки и терпи. А потом вылечишься и начнешь жить по-новому. Ну хорошо, брать по-новому-то. Ну, решай. Твоя приема-то. А я могу? А я смогу, а? Ну а чего? Человек все сможет, если захотел. Я могу. Можешь. Я могу. Можешь. Ведь смогу. Ведь я смогу. Сможешь. Ведь я смогу. Сможешь. И тут бы жалеть. А надо убить. Потому что они ничего с этим не делают. И там, где мне становится их жалко, у меня возникает второй момент к ним омерзения, потому что они ничего не делают для того, чтобы что-то поменять. С самим собой. А-а-а-а-а-а! Мужа моего убили. 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 Вот кто убил, Васька. Убил. Я видела. А не прикончить ли мне и тебя заодно? Спасибо вам! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а то сядем и будем разговаривать серьезно хватит этой туфты хватит хватит химер хватит веселой карусели давайте говорить надеяться про то что будет лучше ничего для этого не предпринимать да поэтому мне кажется что вот он спектакль он он про это а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok